Я в игре Подростки готовы играть с их смертью. Всем привет, вы на канале DofnaRis и сегодня у нас будет невеселое видео. Уже очень много подростков погибло благодаря этой игрушке. Если вы никогда не слышали про синяки, я вам сейчас расскажу про эту игру. Подростки ставят хэштеги, которые он только что называл под своими фотографиями, постами и так далее. Далее к ним в личные сообщения обращается куратор, который спрашивает готов ли ты играть в игру. Если человек соглашается, тогда куратор диктует свои условия и диктует задание. Задание 50 вроде по одному в день, то есть отсылка книги 50 дней до моего самоубийства. Но на самом деле по идее книга довольно безобидная и ни к чему не призывает. Просто злоумышленники взяли ее название за основу. Задание 50 и вы можете увидеть список где-то здесь. Там есть задание и просто нарисую кита на бумаге, и нарисую кита у себя на руке. И заканчивается это суицидом. Вышла в окно, сбросилась с какого-то этажа, легла под поезд, спрыгнула с моста и так далее. Если подросток начинает сомневаться, когда время подходит к 50 дню, тогда куратор ему скидывает ссылку. Подросток по ней переходит и видит ошибка 404. И далее куратор ему пишет, что убьет его и его близких. Далее пишет номер в дом и квартира, так как все это легко вычисляется по IP. Ну а от страха ребенок, конечно же, совершает суицид. Хотя моя мама посоветовала сразу звонить в полицию. Знаете, там не все так просто. Эти организаторы все продумывают до мелочей. У них даже есть специальная карта с намеченными самоубийствами в разных городах. Я читала историю, что на карте выделены жирными точками какие-либо города, и через месяц в этих городах совершаются массовые самоубийства. Пф, это просто невообразимо. Также дети разгадывают специальные загадки, символы и так далее. И в итоге остается 10 избранных. И хэштег типа 10 избранных готовых. Также замечались крайне странные вещи. Дети, которые спрыгивали с многоэтажки, в этих домах обязательно какие-то цитаты есть написанные на стенах. Все дети перед тем, как прыгать, снимают куртки и прыгают без курток. У меня есть только один вопрос. Зачем? Зачем вы это делаете? Ребята, жизнь одна, жизнь прекрасна. Я понимаю, у всех бывает черная полоса в жизни. Да, возможно, у вас проблемы. Возможно, вы ссоритесь с родителями. Возможно, вас бросил парень. Возможно, вы поссорились со своими друзьями. Все, жизнь кончена. Нужно пойти и сброситься с моста. Нужно идти играть в идиотские игры. Я тоже человек. Я тоже ссорюсь с родителями. Не все мои друзья являются настоящими. И представляете, даже нет парня. Какой ужас. Все, теперь моя жизнь кончена. Я все понимаю, ребята, но это правда. Просто нужно пережить. Тем более, это подростковый возраст, когда вам кажется, что ваши проблемы просто невообразимы. Но дальше, когда вы вырастите, вы поймете, что это было просто... Не нужно из-за малейших проблем совершать суицид. Как я уже говорила, жизнь вам дана одна. Да вы хоть понимаете, что случится с вашими друзьями и родными, если вдруг вас не станет? Вы считаете, вас не любят, и вы никому не нужны? И если вы покончите жизнь самоубийством, всем будет наклевать? Нет, ребята, сами подумайте, это не так. Почему синий кит? Синие киты, они выбрасываются на берег. Если меня вдруг смотрят взрослые, и вы подозреваете своего, например, ребенка, либо же брата или сестру, тогда вот некоторые факторы. Даже если он ложится рано, он не высыпается. Все потому, что они просыпаются в 4.20, слушают различные звуки, и даже, по-моему, задания, я не совсем уверена. И все это продолжается до 6 утра. Они также рисуют бабочек, единорогов и много китов. Кстати, это очень обидно, потому что я очень люблю рисовать китов. Прям вот обожаю. Но, блин, эта тематика, она меня серьезно бесит. Почему бабочек? Бабочки живут один день. Почему единорогов? Я не знаю, на самом деле. В соцсетях под фотографиями могут находиться те хэштеги, которые я говорила еще в начале видео. Они могут состоять в различных группах. Помимо «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Белый кит», также это может быть что-то типа «Киты плывут вверх», «Космический кит», «Белый кит», «Китовой журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий кит» и так далее. Чем на остальном меня и множество таких групп. Ну, какой можно сделать вывод? Это глупо. И люди, которые занимаются этим, которые шантажируют детей, просто умрите, пожалуйста. Я правда не понимаю смысла всех этих игр. И, ребята, если вы задумывались о суициде, или же пытались совершить его, пожалуйста, подумайте. Я вас умоляю, не стоит этого делать. Пройдет какое-то время, и все станет нормально. Я вам обещаю. Ну, давайте хоть что-то веселое будет в этом видео. Наконец-то у меня появилась моя серебряная кнопочка. Просто вот, я не знаю, скриньте это. Она же офигительная. Я ее ждала полгода. Супер! Пишите свое мнение в комментариях, я их все читаю. И да, они закрыты, их вижу только я, и могу открывать несколько. Поэтому не удивляйтесь, если написано, что комментариев 300, а их на самом деле 0, или 2, или 3, или что-то подобное. Не забудьте ставить лайки, подписаться на мой канал. Цените жизнь, цените родных. Я вас всех очень сильно люблю. Пока!